Я приветствую вас на канале Аленин сад. Напоминаю, что 1 февраля у нас был посев эустомы. Почему у нас? Потому что вместе со мной сели несколько моих зрителей. И поэтому у нас получается даже некий марафон по посеву эустомы. Напоминаю также, что есть группа у меня вконтакте Аленин сад. И там я сделала фотоальбом, и там можно сделать записи, добавлять фотографии вашей эустомы. Не важно, что вы ее, например, посеяли, может быть, раньше или позже. Все равно всем будет интересно посмотреть, как у других обстоят дела, сравнить. Потому что для многих эта культура новая. И многие нюансы мы пока что еще не выяснили. Мы в процессе. Также можно делиться этой информацией в Инстаграме. Добавляйте хэштег эустома нижняя тире Аленин сад. И с помощью этого хэштега мы сможем сравнивать результаты друг друга. Сегодня уже 18 февраля. На большинстве упаковок и в интернете указан срок прорастания семян эустомы в 22-25 дней. Очень длительный срок. И первое, что я проверяла, будет это так или нет. И, конечно же, оказалось, что это совсем не так. Вообще далеко не так. У некоторых эустома всходит уже на седьмые сутки. У меня первые всходы появились 9 февраля. Эустома уже взошедшая, не взошедшая стоит у меня под фитолампой. И был первый вопрос еще в прошлом видео, закрывала ли я сверху пленка. Я просто не стала этого показывать, потому что это уже, на мой взгляд, элементарная вещь. Но вот нужно, оказывается, людям показывать все от и до обязательно. Вчера вышло видео о посевах в теплице. И там я не показывала, что я их поливала. И последовал тут же вопрос, нужно ли поливать посевы. Конечно, любые посевы нужно поливать. И здесь вот такусенькие всходы видны. Все-таки видны, ура, ура, всходы эустомы. И вы видите, что никакой 100% схожести, конечно, нет. Об этом позже я расскажу. На почве, на плохих таблетках, на хороших таблетках, везде эустома проросла приблизительно одинаково. Никакой разницы. В субстратах нет. То есть, есть разница в качестве семян, конечно же, но не в субстрате. Еще был вопрос, как я узнаю, где какой сорт пророс. Ведь я их никак не пометила. На самом деле, видите, я все пометила. Я написала цифры на боковых стенках контейнеров. И все. И сделала таблицу. Вот это плохие таблетки. Видите, здесь тоже все, что должно было прорасти, проросло. Что не должно было, то не проросло, видимо. Дальше. Был вопрос про то, как убирать пленку. После того, как появились всходы. Вот сегодня я сняла все. Всю пленку я сняла. Вот так вот. Просто взяла и сняла. Потому что у эустомы очень крепкие всходы. Они такие прочненькие, крепенькие. Это не всходы лабелий, на самом деле. Или земляники, которым нужна высокая влажность. Которые, как только уберешь крышечку резко, так они могут и засохнуть. Нет. Она вот потом и будет отличаться всю дорогу. Всю свою жизнь она будет отличаться такими кожистыми, крепкими листьями. Которые устойчивы ко всему. Видимо, она растет где-то в более засушливых регионах. Поэтому высокая влажность воздуха ей не очень-то и нужна. Но, если вы беспокоитесь, то можно просто с утра опрыскивать ваши растения. Вот так вот, прямо поверху. Опять же, всходы такие крепкие, что струя воды с ними ничего не сделает. Поэтому я вот бесстрашно вот такую процедуру утром проделываю. Если видите, что таблетки пересыхают, добавляйте вниз просто от контейнера воду. И все. Таким образом поливаете. Но если вы очень боитесь, то, конечно, можно постепенно приоткрывать пленку. Постепенно ее снимать. Еще момент. Если у вас еще не все гранулы эти дрожжи проросли. То есть вы еще в ожидании. То тогда пленку не снимаете. Потому что те семена, которые только прорастают, собираются прорастать. Они от этого притормозят. И могут даже и вообще не взойти в итоге. То есть я сняла сейчас пленку. Потому что я знаю, что больше мне здесь уже ждать нечего. А пленка, в принципе, конечно же задерживает свет. Поэтому лучше без нее будет теперь. Еще был вопрос про подкормки. Вот она взошла. Вот мы открыли пленку. И она растет у нас. Что с ней теперь делать? Конечно, очень сильно хочется вот этих вот малюсеньких-малюсеньких товарищей разогнать. И чтобы они побыстрее как-то начали расти. Кажется, что пора их подкармливать. На самом деле нельзя сейчас их трогать и подкармливать. Нужно подождать, когда у них вырастут настоящие листочки. Вот вырастут настоящие листочки. Первый покажется листочек. И сразу можно подкормить удобрением жидким. Удобрением можно с гуматами, с микроэлементами. Минеральное удобрение можно жидко использовать, комплексное. Будет только на пользу. Об этом на некоторых упаковках производители так и пишут. Итак, вы видите таблицу, в которой я вот заморочилась и все-все подробно расписала и даже рассчитала. Построила график прорастания семян, количественные характеристики определила. И давайте смотреть, что же получилось. У меня эксперимент начинался с того, что часть таблеток я поставила на свет под фитолампу. Потому что бытует мнение о том, что и в стоми нужен свет для прорастания. И часть у меня стояли на радиаторе отопления. Температура на подоконнике под лампой была около плюс 18, плюс 22. На батарее температура была плюс 27, плюс 30. И первые всходы появились как раз таки в темноте, при высокой температуре. Подождав пару деньков, я решила, что все-таки не нужен свет для прорастания. Эустомик гораздо важнее. Температура прорастания. И поэтому я поставила эти все контейнеры на радиатор. И это сработало, посмотрите, 12-го у меня появились массовые всходы. 13-го, 14-го пошел на убыль процесс. И вот только сегодня, 19-го, у меня взошло еще 3 сеянца. Но основная масса, конечно же, с 11-го по 15-е. То есть эустома в основном прорастает с 11-го по 15-й день, а никак не с 20-го по 25-й. Те всходы, которые периодически появляются после этой даты, это семена с низкой энергией роста и развития, которые, конечно же, скорее всего, либо старые, либо хранились в неподходящих условиях. Ну и это еще не все. Мы сейчас еще посмотрим по фирмам-производителям всхожесть. Потому что общая всхожесть получается 62%. Напоминаю, что посеяла я 29 драже. Взошло 62%. Это плохая всхожесть. Но так как производители все разные, то нужно отметить каждого. Гибрид Mage Blue всхожесть 50%. Фирма Русский Огород. Всхожесть очень плохая, конечно же. Лагуна Лиловая 80%. Семена Алтая 80%. Это хорошая всхожесть, но, конечно, не отличная. Просто хорошая. Смесь от Агроники. Неизвестно, какие там были гибриды. 10 было драже. 6 только проросло. 60% схожесть. Но здесь хочу остановиться поподробнее. Потому что эта же самая смесь демонстрирует очень низкую силу прорастания. Энергии роста у семян практически нет. Первый всход появился 13-го. И затем вот 17-го еще 2 растения. 19-го еще 2 растения. Это говорит о том, что семена либо подпорчены, либо старые. Скорее, второй вариант. 60% удовлетворительная всхожесть. ABC больше всех меня порадовал. Фирма Аэлита. Первые всходы появились уже 9-го февраля. И дальше вот он регулярно-регулярно выдает на разных субстрятах свои всходы. В результате на сегодняшний день взошло 4 растения из 5 возможных. То есть схожесть 80%. Но еще плюс к этому сильная энергия роста у семян. В отличие от той же лагуны лиловой. У которой тоже схожесть 80%. Эхо лавандовое нам демонстрирует самую низкую всхожесть. Всего 40%. Это фирма Гавриш. К сожалению, это не хорошо. Когда для сельского хозяйства рекомендации пишут о количестве семян, сколько их нужно высеять. Конечно, учитывается фактор всхожести семян. То пишут о том, что если 40%, то норму высева нужно удваивать. Ну, это если какая-нибудь там морковка или пшеница на больших полях. В случае с эустомой, конечно, удваивать мы ничего не будем при посеве. Но 40% это очень плохо. Мы будем так считать. Поэтому если бы вы купили только Гавриш, только эхо лавандовое, вот эту партию, то вы подумали бы, что эустома плохо прорастает. Сложно очень и очень поздно. То же самое вы подумали бы, если бы вы взяли вот эту смесь от Агроники, что эустома появляется на вот 17-19 день. На самом деле это не так. Статистика показывает, основные всходы должны появиться с 11 по 15 день, если семена качественные. Итак, главные выводы, которые мы сегодня можем сделать, это Эустоми не нужен свет для прорастания. Эустоме нужно больше 20 градусов тепла для быстрого качественного прорастания. Желательно 25-27 градусов. Эустома всходит в период вот с 11 по 15 день в основном. Но бывают, конечно, крайние случаи, как всегда. У эустомы, как и у других культур, падает энергия прорастания у семени с годами. И если семена старые, то они будут очень медленно, долго прорастать. И, конечно же, разные фирмы производят, продают разный продукт. Очень сильно отличается всхожесть и время прорастания у семян от разных производителей. В результате этого общая всхожесть у семян получилась очень низкая, 62%. В то время, когда некоторые семена, например, агрофирмы Аэлита и агрофирмы семена Алтая дают всхожесть 80%. Хочу ответить по комментариям из прошлого видео. Очень многие писали о том, что мы поздно сеем эустому, что у нас ничего не получится. Либо получится, но очень поздно. Просто вы не понимаете сути. Суть в том, что я, я говорила об этом в прошлом видео, не собираюсь выращивать эустому на клумбах, на обычных клумбах. Это не растение для клумбы, поэтому оно у меня будет всегда расти в горшках. Вот сколько взошло, сколько вырастет, столько будет расти в горшках. Соответственно, мне не важно, успеет оно зацвести в августе или не успеет оно зацвести, и придут заморозки, и она замерзнет. Все равно оно у меня будет стоять либо в теплице, либо в квартире в период, когда придут холода. Понимаете? Плюс, я не гонюсь за ранним цветением эустомы. Зачем мне нужны цветы эустомы в июне? Я не знаю, зачем. Меня они устроят и в июле, и в августе, если она зацветет, это будет прекрасно. Опять же, потому что я буду ее использовать потом как комнатное растение. У меня уже есть такой опыт, и у огромного количества людей есть такой опыт. Эустома как комнатное растение. Поэтому, и в прошлом видео я говорила, можно посеять эустому хоть в сентябре. Почему бы и нет? Пожалуйста. Если вам нужны цветы через 4 месяца, сейте в сентябре. Вы в январе, может быть, она у вас зацветет. Мне не нужны. И в этом суть. Спасибо огромное всем тем, кто откликнулся на мой марафон по посеву эустомы. И задает вопросы, участвует, делится фотографиями. Это очень здорово. Всегда в любом месте веселее вместе. Да? Да? Да?